Добрый день, меня зовут Алена Миллион, я специалист по email-маркетингу и сегодня мы с вами запишем видеоурок в рамках обучающей программы PR-OUN для бизнес-организаций. В данном уроке мы с вами поговорим о очень важной теме, как сделать так, чтобы ваши письма не попадали в папку спам. Конечно, мы с вами понимаем, что очень важно создать продающее письмо, у которого будет интересная тема, которая зацепит читателя, важно написать эффективный контент, добавить необходимое количество текста и писем в письмо, но коллеги, если ваше письмо изначально у пользователя попадет в папочку спам, то все те вещи, которые все это время, которые вы потратили на написание темы письма, на создание контента письма, будет потрачено впустую. Поэтому в email-маркетинге очень важно создать письмо так, чтобы оно не попало у пользователя в папку спам. И мне кажется, что эта вещь намного важнее, чем просто написание темы писем и создание контента письма. Поэтому в данном видеоуроке мы будем говорить именно об этом. Итак, коллеги, когда вы отправляете рассылку с помощью любого сервиса рассылок. Сервисы рассылок – это те инструменты, которые используют бизнесы для отправки своих писем. Итак, коллеги, когда вы отправляете рассылку с помощью любого сервиса рассылок, ваша рассылка уходит и приходят так называемые почтовые сервисы. Почтовые сервисы – это Gmail, Ukernet, Яндекс, Meta.ua, Outlook – это все почтовые сервисы. То есть это программы и сайты, с помощью которых пользователи могут просматривать свой почтовый ящик. На экране вы видите некоторые из них, но обращаю ваше внимание, эти почтовые сервисы я привела всего лишь для примера. На самом деле их значительно больше. Обращаю ваше внимание, что программы Outlook, TheBud – это также почтовые сервисы. У каждого из этих почтовых сервисов есть свой алгоритм. Алгоритм, который называется SpamFilter. Именно этот алгоритм, этот SpamFilter принимает решение отправить ваше письмо в папку «Входящие» или в папку «Спам у пользователя». Обратите внимание, в каждом почтовом сервисе есть папка «Спам». И если у вас зарегистрированы почтовые ящики в одном или нескольких почтовых сервисах, пожалуйста, посмотрите сегодня, загляните в своих почтовых ящиках в эту папку «Спам» и вы увидите, какое огромное количество писем там находится. Обращаю ваше внимание, что, к сожалению, пользователи, обычные украинцы, очень редко проверяют вот эту папку «Спам». То есть, фактически, если SpamFilter принял решение отправить ваше письмо в папку «Спам», то вероятность того, что пользователь его никогда не увидит, она где-то 99-99,9%, коллеги. Итак, как же SpamFilter принимает решение отправить ваше письмо в папочку «Спам» или в папку «Входящие»? В них есть определенные правила. Обращаю ваше внимание, что у каждого почтового сервиса свой спам-фильтр. То есть, они разные. Поэтому вы, например, отправили рассылку и видите, что ваши письма попадают в папочку «Спам» на Gmail, но приходят в папочку «Входящие» на Окрнете. Почему? Потому что у этих почтовых сервисов разные спам-фильтры. Они руководствуются разными правилами. Или может также быть такая ситуация. Вот иногда меня студенты спрашивают. Скажите, почему вот компания «Х» отправляет мне письма, и иногда эти письма приходят мне в папочку «Входящие», а иногда письма от этой же компании приходят в папку «Спам». Коллеги, потому что спам-фильты оценивают каждое письмо, которое отправляет вам компания, или вы как компания отправляете. Поэтому может случиться такая ситуация, что одно ваше письмо попало в папочку «Спам», например, на Gmail, а следующая ваша рассылка, которую вы отправляете уже через неделю, пришла пользователям в папку «Входящие». Как же спам-фильтры принимают решение? Коллеги, как я и сказала, в каждом из спам-фильтров прописаны определенные правила. На сегодняшний день самый сильный, самый сложный спам-фильтр у почтового сервиса Gmail, потому что Gmail – это на сегодняшний день проект компании Google. У компании достаточно много срез, которые она получает от контекстной рекламы Google AdWords, поэтому у компании Google есть возможность взять на работу лучших программистов, которые написали вот такой хороший, сильный алгоритм Gmail. В спам-фильтры оценивая ваше письмо, любой спам-фильтры коллеги, любого почтового сервиса, оценивает ваше письмо и определяет какое-то количество баллов. То есть, если он находит какие-то признаки спама в вашем письме, он добавляет вашему письму баллов. Некоторые спам-фильтры пропускают письма, которые набрали 4 балла. Некоторые спам-фильтры пропускают письма, которые набрали 4-5 баллов. Фактически, если ваше письмо набрало больше, чем 4-5 баллов, то ни один спам-финтер его не пропустит. Вот этот так называемый рейтинг спамности, коллеги, вот это количество баллов, которое получило ваше письмо, оно называется рейтинг спамности или спам-ско, и это, как я уже сказала, число от 0 до 10. Спам-финтеры пропускают письма, которые набрали 4-4,5 баллов спамности. Часто студенты спрашивают меня, скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то сервис, с помощью которого можно оценить, какое количество баллов наберет мое письмо? Коллеги, такого сервиса нет, и сейчас я объясню, почему его в принципе и не может быть, потому что спам-финтер это коммерческая тайна любой компании. То есть вы понимаете, что нигде ни один почтовый сервис не описывает правила, по которым работает его спам-финтер. Мы специалисты по email-маркетингу уже на основе различных курсов, наблюдений, на основе своей практики делаем какие-то выводы, то есть замечаем какие-то вещи, которые приводят к попаданию письма в спам. Но вот так, чтобы можно было где-то найти вот перечень вещей, которые приводят к тому, что ваше письмо попадает в папку спам, то, конечно же, коллеги, ни один почтовый сервис эту информацию нигде у себя на сайте не выкладывает. Соответственно, так как это коммерческая тайна любой компании, коллеги, то гарантировать вам, что ваше письмо попадет в папочку спам еще какой-то фактор, о котором мы, к сожалению, не знаем, потому что спам-финтры постоянно совершенствуются. Так как и спамеры постоянно придумывают что-то новое для того, чтобы попадать в ваши почтовые ящики, точно так же и спам-финтры постоянно придумывают и добавляют в свои спам-финтры новые факторы для того, чтобы уберечь вас от вот этого засилия спама. И поэтому, к сожалению, коллеги, сервиса, который показал бы вам рейтинг спамности вашего письма, нет, но я могу вам рекомендовать отличный сервис, который использую я и используют мои ученики, сервис, который называется MailTester. Коллеги, с помощью этого сервиса он абсолютно бесплатный, то есть вы можете проверять каждое письмо, которое вы создали, отправляя его на тот имейл, который вы найдете в сервисе MailTester, и этот сервис покажет вам, какие возможные ошибки в вашем письме могут стать причиной того, что ваше письмо может попасть в папочку спам. Поэтому еще раз повторяю, коллеги, рекомендую вам сервис, который называется MailTester. Проверяйте с помощью этого сервиса каждое свое письмо. Сейчас на экране на слайде вы видите факторы, которые влияют на попадание ваших писем в спам. Это такие факторы, как спамность текста, дико АМ-подписи и SPF-записи, соотношение изображений текста в письме, количество нажатий на кнопочку «Это спам» в вашем письме, которое влияет на репутацию имейла, репутацию сервиса и репутацию домена. И последний фактор, который появился только в 2014 году, этот фактор, который называется вовлеченность. Коллеги, я прошу вас не пугаться, если те буквы, да, та информация, которая написана на данном слайде, немного вам непонятно. Мы сейчас с вами подробно остановимся на каждом из этих пунктов и разберем, что он значит. Итак, фактор номер один, это фактор, который называется спамность текста. Коллеги, я уже сказала, что правила, которые прописаны в спам-финтрах, они постоянно становятся все интеллектуальнее, все умнее, спам-финтры проходят эволюции. Так вот, именно с этого фактора, коллеги, и начиналась эволюция спам-финтров. То есть давным-давно, еще много лет назад, спам-финтры просто анализировали, какие слова есть в вашем тексте. Например, и на сегодняшний день действует такое правило, что если в ваших текстах, в текстах ваших писем есть такие слова, как ролекс, виагра, то ваши письма будут попадать в папочку спам. Это так называемые стоп-слова, которые нельзя употреблять в письмах. Буквально еще несколько лет назад снова бесплатно в теме письма могло привести к тому, что ваше письмо попадет в папочку спам. На сегодняшний день это правило уже не работает. Вы смело можете писать снова бесплатно в теме вашего письма. Это не приводит к тому, что письмо попадает в папочку спам. Но обратите, пожалуйста, внимание на эти вещи, которые написаны на данном слайде. В ваших письмах я не рекомендую вам писать такие тексты, как «Кликни сюда», «Только раз в жизни», «Прорыв года», «Такого раньше никогда не было». То есть это как раз все эти фразы, все те обороты, которые очень часто используют спамеры в своих письмах, таким образом подчеркивая уникальность своего предложения. Нельзя использовать много знака восклицания. Пожалуйста, хотите использовать знак восклицания один в предложении. Не пишите снова большими буквами, особенно в тексте письма. Желательно также не писать снова большими буквами и в теме, и в тексте письма. Коллеги, красный и зеленый шрифт. Вот эту ошибочку очень часто встречаю в письмах различных компаний и также серьезных B2B-компаний. Обращаю ваше внимание, красным и зеленым шрифтом в текст письмах писать нельзя. Часто студенты меня спрашивают, скажите, пожалуйста, а что делать, если у меня в логотипе красный и зеленый шрифт? Коллеги, на самом деле, ну, спам-финтрам все равно, какого цвета у вас логотип. Просто в спам-финтре в их правилах указано, что если в письме есть красный и зеленый шрифт, то этому письму добавляется определенное количество баллов спамности. Вот часто студенты также меня спрашивают, скажите, пожалуйста, а мне вот в папочку входящую, в моем почтовом ящике пришло письмо с красным шрифтом? Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что каждый из этих факторов, которые вы видите сейчас на экране, добавляет вашему письму энное количество баллов. То есть просто, если в письме вы написали одно слово красным шрифтом, это не станет причиной того, что спам-финтр отправит это письмо в папку спам. Но это может стать вот тем критическим количеством баллов, да, которое сделает общее количество баллов, которое набирает ваше письмо больше четырех, и тогда спам-финтр отправит ваше письмо в папочку спам. И последний пункт, коллеги, это HTML с ошибками. Когда же он получается? Если вы подготовили письмо в Word, и просто взяли и скопировали текст письма из Word и вставили это Ctrl-C, Ctrl-V в письмо, то в Word есть такие невидимые человеческому взгляду символы, которые называются макросы. Если вы просто берете и копируете текст из Word, вы копируете его с макросами Word. Соответственно, когда вы скопировали с макросами, то получается вот такое HTML с ошибками, которые очень не любят спам-финтры. Поэтому, коллеги, прошу вас, если вы подготовили текст в Word, сначала скопируйте его и вставьте его в приложение, которое есть на любом стационарном компьютере, либо на ноутбуке. Это приложение, которое называется блокнот и WordPad. То есть вы сначала из Word копируете в блокнот и WordPad, а уже из этих приложений, пожалуйста, можно копировать этот текст в письмо. Вот эти макросы Word, о которых я уже говорила, они будут удалены, и у вас не получится HTML с ошибками, коллеги. Обращаю ваше внимание на информацию, которую вы сейчас видите на экране. Эту информацию я нашла в технической справке сервиса рассылок MailChimp. MailChimp говорит о том, что спам-финтры, они не только анализируют слова, которые находятся в ваших письмах, они также понимают, о чем идет речь в вашем письме. То есть они не просто анализируют какой-то набор снов, да, они читают текст, они понимают, о чем идет речь в письме. И, коллеги, вы видите, что вот, например, гарантия возврата денег, если у вас в письме написано о гарантии возврата денег, то ваше письмо получает более двух баллов спамности из вот этих четырех критически возможных, о которых я вам уже говорила. Поэтому, коллеги, если хотите написать в письме о гарантии возврата денег, то я вам не рекомендую это делать. Следующий фактор – это технический фактор. Это фактор, который называется ДКМ-подписи и СПФ-записи. Для начала расскажу, что это, зачем это нужно, и расскажу, какая проблема случилась у одного моего клиента, у которого эти вещи не были прописаны. И третьим пунктом расскажу, кого попросить помочь вам сделать так, чтобы у вас такой проблемы не было, и чтобы вот эти подписи и записи у вас появились. Итак, коллеги, когда эти вещи есть у вас на вашем домене, вот эти ДКМ-подписи и СПФ-записи, то когда приходит письмо от вас, помфинтер видит, что это письмо отправлено именно вашей компании. То есть это не ваши партнеры, не ваши конкуренты делают рассылки от вашего имени. А действительно, ваша компания это делает, и таким образом это увеличивает доверие к вашему письму. Настроить это можно абсолютно бесплатно, поэтому очень советую вам это сделать, чтобы не было такой ситуации, которая случилась у одного моего клиента. У одного моего клиента получилась такая ситуация, что один конкурент начал делать рассылки от имейла этого клиента. То есть, ну, есть такие, конечно же, нелегальные схемы, шифрование имейла, когда вы вроде как отправляете рассылку от имейла, который принадлежит другому домену. То есть рассылка действительно уходила вроде как от имейла моего клиента, от имейла на его домене, в рассылке использовался шаблон клиента, то есть письмо было с логотипом клиента, выглядело точно так же, как письма, которые отправляет клиент. Но, конечно же, ссылки, которые поставили эти конкуренты, компания, которая это и делала, они, конечно же, ввели не на сайт моего клиента, а они, конечно же, ввели на сайт вот этих конкурентов, то есть на совсем другие сайты. То есть таким образом, именно создавая видимость, что это письма от моего клиента, они приводили трафик на свой сайт. Если бы у клиента были настроены ДКМ подписи и SPF записи, то сразу же спам-фильтры бы увидели, что это не рассылка клиента, хотя она отправляется от имени клиента, и сразу же такие письма они бы отправили в папочку спам. Теперь, где настроить эти вещи? Коллеги, я уверена, в компании всегда такой человек есть. В вашей компании есть человек, у которого есть доступ к вашему доменному имени. Доменное имя – это ваш сайт. Вот это название сайта URL, по которому непосредственно люди на ваш сайт и заходят. Обычно доменное имя регистрируется на хостинге или у провайдера доменных имен. И, вероятно, и ваше доменное имя где-то зарегистрировано, и в вашей компании есть человек. Обычно это разработчик, либо системный администратор, либо владелец компании, либо маркетолог, у которого есть доступ к вот этому регистратору доменных имен. Вот на нем абсолютно бесплатно, следуя инструкциям, которые вы сейчас видите на экране, я вас прошу попросить вот этого человека, у которого есть доступ к вашему доменному имени, сделать то, что написано в данных инструкциях. Займет это у данного человека где-то 10-15 минут. Еще раз повторяю, за это не нужно платить, но зато вы будете уверены, коллеги, что письма от имени вашей компании теперь можете отправлять только вы, и есть не какие-то ваши конкуренты. И, к сожалению, очень часто в украинском бизнесе бывает такая ситуация, что ваш менеджер или ваш маркетолог может от вас уйти и забрать вашу базу, и потом попытаться делать рассылки по вашей базе с предложениями каких-то других компаний от вашего имени. Поэтому, коллеги, я предлагаю вам сразу позаботиться об этом, настроить ДКМ-подписи, SPF-записи. Тем более, коллеги, если эти вещи у вас настроены, то ваши письма не будут попадать в папочку спам. Один мой студент рассказывал о том, что он заметил, у него письма брошенная корзина, который отправляет его интернет-магазин. Коллеги, письма брошенная корзина. Это такие письма, которые отправляются пользователям, которые положили товар, начинали оформлять заказ, положили товар в корзину, но не оформили заказ. Вот интернет-магазины часто настаивают такие письма. Брошенная корзина. Я уверена, вам такие письма приходили. Там написано, вы положили товар в корзину, но, к сожалению, не оформили заказ. может у вас есть вопросы, и, конечно же, огромная кнопочка продолжить оформление заказа. Так вот, коллеги, мой студент настроил у себя в интернет-магазине такие письма, и он заметил, что вот эти его письма, которые приходили на Окрнет, попадали в папочку спам. И как только он настроил у себя на сайте, на своем домене вот эти ДКМ-подписи, SPF-записи, его письма «Брошенная корзина» сразу же начали приходить на Окрнете в папочку входящие. Поэтому это действительно очень важные вещи. Следующий фактор, коллеги, это фактор, который называется соотношение изображений и текста в письме. Как я вам уже говорила, идет постоянная борьба между спамерами и спамфинтрами. Спамеры постоянно придумывают что-то новое, чтобы обмануть спамфинтер, а спамфинтер пытается заметить, что же придумали спамеры, и ввести такое какое-то правило, которое будет это учитывать. И вот когда спамфинтеры начали анализировать тексты писем, что начали делать спамеры? Спамеры начали свои тексты писать на картинках. Спамфинтеры – это роботы. Роботы не могут прочесть картинок. Вот вы сейчас на экране видите письмо, в котором у нас всего лишь одна картинка, и вот этот текст про удобный сервис, он у нас написан на картинке. Вот робот спамфинтер, он не понимает, что изображено на этой картинке. Это просто невозможно. То есть вот робот спамфинтер, он просто видит, что в письме только одна картинка. И тогда, когда спамеры начали использовать такой прием, спамфинтеры ввели новое правило. О том, что если в вашем письме только картинка и абсолютно нет текста, то, вероятно, вы спам. И такие письма там с 90% вероятностью отправляются в папочку спам. Поэтому, коллеги, вот эти любимые украинскими компаниями письма вида, наш дизайнер нарисовал баннерок или картинку, и мы ее отправим всем нашим клиентам и партнерам на 8 марта. К сожалению, коллеги, если вы не добавите текст такой картинке, то это прямое попадание в папочку спам. Сколько же должно быть текста? Коллеги, в вашем письме должно быть как минимум 200 символов текста. Обращаю ваше внимание, что нет никакой зависимости между количеством картинок и количеством символов текста. Неважно, или в вашем письме одна картинка, или 20, или 42, в вашем письме все равно должно быть как минимум 200 символов текста. Текста, конечно же, может быть и больше. 200 символов, коллеги, это абсолютно немного. Это буквально 1-2 абзаца текста. Плюс я в любом случае настоятельно рекомендую вам текст, ваши письма всегда добавлять, потому что, коллеги, вы должны знать о том, что иногда картинки в письмах блокируются. Например, почтовый сервис Outmook, почтовый сервис TheBot, ранее это постоянно делал почтовый сервис Gmail, они блокировали картинки в ваших письмах. Таким образом, всегда, когда вы отправляете свое письмо, представьте, что часть пользователей, а действительно это так, увидит его без картинок. И если у вас на картинке, на баннере написано о том, что у вас акция 90% скидки, но эта информация не продублирована в тексте, то, к сожалению, коллеги, часть людей не увидят, что у вас акция 90% скидки. Поэтому всегда вся эта информация, которая написана у вас на картинке, на баннере в вашем письме, у вас должна, она также повторяться в тексте, коллеги. Это обязательно. Иногда студенты спрашивают меня, скажите, пожалуйста, почему вот мне приходят письма, вот такие промо-письма, в которых одни картинки, а они все равно не попадают в папочку спам. Ну вот для примера, коллеги, сейчас на экране вы видите письмо известного украинского шоппинг-клуба LeBoutique. И вот мы с вами можем посмотреть, что хотя нам кажется, что в данном письме одни картинки, но если мы с вами посмотрим, то на самом деле здесь, коллеги, достаточное количество символов текста. И вот вы видите на экране вот текст, это все текст. Соответственно, если мы суммируем вот это количество символов, то увидим, что текста здесь значительно больше, чем 200 символов. Именно поэтому данное письмо и не попадает в папочку спам, а проходит согласно требованиям спам-фильтров в папку входящие. Следующий фактор, который влияет на попадание ваших писем в спам, это то, как часто люди жалуются на рассылки вашей компании, как на спам. Коллеги, я прошу вас вспомнить, как выглядит интерфейс вашего почтового ящика. Какой бы почтовый ящик вы не использовали, Gmail, LookerNet, Outlook или какой-то другой почтовый сервис, всегда вверху вашего почтового ящика есть кнопка, которая называется «Спам» – это спам, «Пожаловаться на спам» и так далее. То есть названия могут быть разными, но суть ее всегда одна. Нажимая на эту кнопку, человек, так сказать, голосует против вашей рассылки. То есть он сигнализирует своему почтовому сервису о том, что вы шлете ему какую-то не ту информацию, которую он готов бы получать. То есть, вероятно, он либо не подписывался на вашу рассылку, не давал вам разрешение ему писать, либо он, например, подписывался на один вид коммуникации, а вы присылаете ему абсолютно другую коммуникацию. Ну, например, человек подписался на полезные советы о том, как воспитать здорового ребенка, а вы присылаете ему каждый день акционные предложения своего интернет-магазина детских товаров. Это немного не та коммуникация, на которую он подписывался. Сейчас на экране, на данном слайде вы видите, как выглядит эта кнопочка у Gmail, коллеги. Я скажу вам честно, что на самом деле действительно украинцы хорошо знают о существовании этой кнопочки и очень часто ее нажимают. Хотя во всех письмах, которые отправляются с помощью сервиса в рассылок, это как раз те инструменты, с помощью которых бизнес и должен вести рассылку, всегда есть так называемая кнопка отписки. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас мы с вами видим интерфейс, это у нас статистика одной рассылки. Посмотрите, пожалуйста, в правом верхнем углу у нас написано, 4 человека пожаловались на спам и 2 человека отписались. Так вот, ссылка отписки. Любой сервис на ссылок, который бы вы не использовали для рассылки, обязательно добавляет эту ссылку отписки в ваше письмо. Ссылку отписки, я уверена, вы видели в письмах, которые приходят в ваш почтовый ящик. Обычно она сопровождается текстом. Если вы не хотите получать эту рассылку, нажмите здесь. Текст, конечно, можно менять, но обычно компания использует вот такой стандартный текст и располагается он в конце письма. Еще раз повторяю, сервисы рассылок эту ссылку добавляют автоматически, то есть письмо не может уйти, если в нем нет вот этой ссылки отписки. Если пользователь нажимает на вот эту ссылку отписки, то если у вас в базе было 100 человек, то следующая ваша рассылка уже уйдет на 99 человек. То есть этот пользователь больше никогда от вас письмо не получит. Коллеги, обращаю ваше внимание, вот жалобы на спам, вот эти нажатия, кнопочки у себя в почтовом ящике, кнопочки, которые называются это спам, пожаловаться на спам и так далее, и отписки, о которых я рассказывала вам только, что это разные вещи. Если человек отписался от вашей рассылки, нажал на вот эту ссылку отписки, это означает просто, что следующая ваша рассылка уйдет уже на одного пользователя меньше. Но это никак не влияет на попадание ваших писем в спам. А вот, коллеги, каждое нажатие на вот эту кнопочку пожаловаться на спам увеличивает вероятность того, что следующая ваша рассылка уже может попасть в папочку спам. Поэтому я прошу вас, чтобы вы запомнили, что отписки, они не страшны. Люди имеют право отписываться от вашей рассылки, но может человеку ваша рассылка просто уже неинтересна. Например, он уже давно купил товар, который вы предлагаете, или ему уже не нужна услуга, о которой вы ему пишете, или просто он уже давным-давно поменял город, и ему просто информация о вашей компании неинтересна, неактуальна. Он имеет право отписаться от вашей рассылки, больше ее не получать, и это не страшно. А вот жалобы на спам, они страшны. Но, к сожалению, коллеги, как показывает статистика моих клиентов, там украинцы отлично понимают, что такое жалобы на спам, и обычно эта кнопочка всегда вверху. Но украинцы не очень понимают, что такое отписка, так как сервисы рассылок еще не так давно появились, и вот эта культура отписываться от рассылок у нас, к сожалению, еще эта культура формируется. Поэтому, как показывает статистика моих клиентов, обычно рассылки получают в два раза больше жалоб на спам, чем отписок, коллеги. Поэтому очень важно снизить за вот этим количеством жалоб на спам, которые получает ваша рассылка. Есть критический показатель жалоб на спам, коллеги, какой мы сейчас поговорим. А сейчас на экране вы видите статистику по разным отраслям. Это интернет-коммерция, отдых, интернет-сайты, IT-бизнес, консалтинг, банковские уснуги, образование, маркетинг, реклама, пиар. Компания, которая работает в сфере веб-дизайна, туризм и путешествия. Посмотрите, пожалуйста, на данный график, найдите там отрасль, в которой работает ваша компания. Данный график показывает нам, сколько в среднем отписок и жалоб на спам получают письма компаний в данных отраслях. Для чего вам эта статистика? Для того, чтобы, если вы уже делаете рассылки, не будете их делать, вам было с чем сравнивать. Конечно же, коллеги, вы должны понимать, что это такая средняя температура по больнице, но, по крайней мере, это те цифры, которые помогут вам понять, все у вас хорошо с рассылками или все плохо. Ну и вот вы видите, что, к сожалению, да, как показывает этот график, в большинстве отраслей люди все-таки чаще нажимают пожаловаться на спам, коллеги, чем отписаться. Обращаю ваше внимание, что есть такое понятие, как репутация. Объяснение этого понятия вы видите сейчас на глазах. Коллеги, вы должны понимать, что репутация это то, как видит письма от вашей компании спам-фильтр. Обращаю ваше внимание, что репутация это понятие, которое меняется. То есть, видите, вот немит репутации, он плавающий. Зависит он от того количества писем, которые отправляет ваша компания в месяц. И чем меньше писем вы отправляете, тем выше у вас вот этот лимит репутации, коллеги. Но для того, чтобы было понятно, для того, чтобы вам не нужно было запоминать все это огромное количество писем, я рекомендую вам запомнить одну цифру. Это цифра 0,5%. Этот показатель называется фидбэк-луп. И вот это как раз то опасное количество жалоб на спам, которые вам не следует превышать каждой рассылки. Итак, коллеги, если вы отправили рассылку и в ней было доставлено 1000 писем, то вы не должны получить больше, чем 5 жалоб на спам. Обращаю ваше внимание, что показатель фидбэк-луп считается у нас количество жалоб на спам, разделенное на количество доставленных писем. То есть, если вы отправили энное количество писем, 1000 было доставлено, и вы получили 5 жалоб на спам, очень велика вероятность того, что, а, вас сразу же заблокирует сервис рассылок, он не разрешит вам делать следующую рассылку, так как будет подозревать, что вы спамер, и, б, вероятно, ваши письма, которые вы будете в дальнейшем отправлять, уже будут попадать в папочку спам. Посмотреть вот это количество доставленных писем, жалоб на спам и другие показатели, коллеги, можно в сервисе рассылок, скриншот статистики которого я вам показывала. Сервис рассылок всегда показывает вам, какое количество писем было отправлено, какое количество из них доставлено, какие имейлы прочны ваше письмо, какие имейлы переходили по ссылкам из вашего письма, и в количестве вы это все видите, какое было количество отписок и жалоб на спам. Вот здесь, коллеги, все это можно ослеживать, и вот такая статистика, это фактически самая важная функция сервиса рассылок. Итак, что происходит тогда, когда пользователь нажимает вот эту зную плохую кнопочку «Пожаловаться на спам» в письме, которое он от вас получил? Это влияет на вот такие три показателя. Репутация домена, репутация имейла и репутация сервиса. Понимая, что не совсем понятно, сейчас подробнее об этом расскажу. Итак, репутация имейла. Вы всегда отправляете рассылку с какого-то имейла. Этот имейл вы указываете в сервисе рассылок при отправке письма. Коллеги, на сегодняшний день это должен быть имейл обязательно на домене вашей компании. Сервисы рассылок уже запретили отправлять рассылки от имейлов на бесплатных доменах, таких как Gmail, Яндекс, Mail.ru, то есть Укрнет. Вы уже не можете отправить рассылку от такого имейла. Это обязательно должен быть имейл на домене вашей компании. Попросите, пожалуйста, вашего программиста или системного администратора, человека, который создает имейлы вашей компании, создать вам имейл на домене вашей компании. Итак, вы указываете этот имейл при отправке рассылки. И часто меня спрашивают, а можно ли делать рассылку с помощью имейла конкурента. Ну, нет. Почему? Потому что сервис рассылок на тот имейл, который вы у него указали как имейл отправителя, отправляет письмо, в котором есть ссылка. Только если вы эту ссылку нажали, то сервис рассылок разрешает вам делать рассылку с этого имейла. То есть, соответственно, если у вас нет доступа к имейлу конкурента, если вы не можете нажать ссылочку в письме, который придет на этот имейл, то, конечно же, вы делать рассылку от имени конкурента не можете. Так вот, коллеги, у этого имейла есть репутация в глазах спамфинтеров. И когда приходит очередное письмо от какого-то имейла, спамфинтеры смотрят свою статистику. Какие ранее рассылки отправлялись с этого имейла и сколько было в этих рассылках нажатий на кнопочку «Пожаловаться на спам». Поэтому иногда, вы знаете, некоторые клиенты пытаются для каждой рассылки создавать новые имейлы. Таким образом, ну, чтобы у этих имейлов не было предварительной негативной истории нажатий на спам. Но, коллеги, я вам не рекомендую использовать такую технологию. Технология, когда вы постоянно в каждой рассылке используете новый имейл, также рассматривается спамфинтерами, как подозрительная технология, которую используют спамеры. Я рекомендую вам создать один имейл, с которого и постоянно совершать коммуникацию, то есть делать рассылки от имени, от вашей компании. Следующий показатель, коллеги, это репутация сервиса. Сервисы рассылок, о которых я уже неоднократно вам говорила, все они фактически служат для одной цели, для рассылок клиентов, которые можно делать с помощью этого сервиса. Но на самом деле у каждого сервиса есть своя репутация в глазах спамфинтеров. Что это означает? Вот, например, у меня был клиент, который делал рассылки с помощью одного сервиса рассылок, и у меня его письма в мой почтовый ящик на Gmail приходили в папочку спам. Он взял свою базу, выгрузил и ушел в другой сервис рассылок, начал делать рассылки с помощью этого сервиса, и у меня его письма на Gmail начали приходить в папочку входящие. Это говорит о том, что репутация второго сервиса рассылок была выше, чем репутация первого сервиса рассылок, и, соответственно, вот такая вещь, как репутация сервиса, также влияет на то, куда попадет ваше письмо, коллеги. Всегда использовать сервис рассылок, это намного лучше, чем просто делать рассылки просто со своего почтового ящика. То есть к таким письмам у спамфинтеров больше доверия. Почему? Ну вот сейчас расскажу на примере. Давайте мы с вами представим, вот у нас есть сервис рассылок, с помощью которого делают рассылки три отправителя. Вот диск, да, это у нас, давайте представим, что это пришел клиент с купленной базой, то есть спамер, фотоаппарат это интернет-магазин розетка, а бутылочки это приватбанк. Если сервис рассылок разрешит сделать рассылку спамеру, то, конечно же, мы понимаем, такая рассылка получит много жалоб на спам, это приведет к тому, что общая репутация сервиса упадет, и письма интернет-магазина розетка и приватбанка также начнут попадать в папочку спам. Коллеги, поэтому ни один сервис рассылок не заинтересован в том, чтобы пустить себе клиента с купленной базой. Поэтому сервисы рассылок проводят так называемые модерации баз. То есть, когда вы приходите в сервис рассылок, вы загружаете свою базу, и сервис рассылок, конечно же, проводит ее модерацию. Первое, сервис рассылок проверяет, не загружалась с ней ранее база с такими же email-адлесами, коллеги. Если вы купили эту базу, то, поверьте, сервис рассылок сразу же это поймет. Вы уже будете так человек 25-й, кто пытается эту базу загрузить, и сервис рассылок вам сразу скажет, нет, 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 это не ваша база, мы не разрешаем вам делать рассылки по этой базе. Также сервис рассылок анализирует наличие в вашей базе так называемых ралевых адресов. Ралевые адреса. Это адреса вида инфо, сейлс, пиар, саппорт, ноу-реплай и так далее. Почему? Почему таких email-ов должно быть в вашей базе не более 10%? Если таких email-ов в вашей базе будет более 10%, то сервис рассылок, опять же, может вашу базу отклонить. На сегодняшний день в интернете есть такие вещи, которые называются грабберы. Грабберы – это определенные программы, которые ходят по сайтам и собирают email-ы, которые размещены на сайтах. Например, вы у себя на сайте написали, свое резюме присылайте нам на email cv-собачка-домен-компании. Вот граббер пройдет и соберет этот email с вашего сайта, и таким образом формируются так называемые базы из открытых источников, из email-ов, которые размещены на сайтах, и такие базы потом еще и продаются. Конечно же, ни один сервис рассылок не заинтересован в том, чтобы допустить рассылки по таким базам. Потому что, коллеги, мы же с вами понимаем, что если мы просто этот email разместили у себя на сайте, то это абсолютно не означает, что мы хотим на этот email получать абсолютно любую информацию, то есть получать рассылки тех, кто эту базу купит. Вот, поэтому еще раз повторяю, что если в вашей базе более 10% вот таких так называемых ролевых email-адлесов, то сервис рассылок также вашу базу может не пропустить. Иногда, если у работников сервиса рассылок, а база также проходит ручную модерацию, ее смотрит человек, если возникают какие-то вопросы, то сервис рассылок может попросить у вас подтвердить, что это действительно ваша база. Вы можете это подтвердить, например, скриншотом из админки своего сайта или из своей CRM, где видно, что вот Василий Петрович таким-то email действительно покупал у вас, например, кирпич 3 года назад. То есть предоставить какие-то подтверждения, что это действительно ваша база. И если фактор репутации email мы можем изменить, да, можем завести там, например, новый email, если видим, что вот наши письма как-то постоянно уже попадают в папочку спам, мы можем сделать, как мой клиент, взять свою базу и уйти в другой сервис рассылок, и то есть изменить фактор репутация сервиса, то третий фактор, который называется репутация домина, коллеги, так легко поменять уже не получится. Что такое репутация домина, коллеги? У меня также была в моей практике такая ситуация, когда я обратилась в серьезное рекламное агентство с таким запросом. Они говорят, Алена, вот у нас такая проблема, к нам обращается клиент, просит, пришните, пожалуйста, прайс на свои услуги. Мы отправляем прайс, а наше письмо с прайсом у всех клиентов попадает в папочку спам. Говорят, скажите, пожалуйста, вот что мы делаем не так? Мы рассылки никогда не делали и сейчас не делаем. Вот только используем письма для вот такой цели, но ведь клиенты сами к нам обращаются, почему складывается такая ситуация? И когда мы действительно начали разбираться, анализировать, что ранее делал этот клиент, оказалось, что ранее клиент воспользовался таким предложением, возможно, кто-то из вас, коллеги, также получал свой почтовый ящик письма, где вам предлагают сделать там рассылку по всем директорам города Киева или Украины за какую-то чисто символическую сумму вида там 200 гривен. Так вот, клиент воспользовался такой услугой, что получилось? Получилось так, что была сделана рассылка со ссылкой, которая вела на сайт этого клиента. И эта рассылка, конечно же, получила очень много жалоб на спам, потому что эти бедные люди, которые находятся в этой базе, по которой делается такая рассылка, они уже настолько устали от этих писем, что такие рассылки получают огромное количество жалоб на спам. И что же произошло, коллеги? Сработал фактор репутация домена, и спам-фильтры запомнили вот этот сайт, домен данного рекламного агентства, как спамера. То есть сейчас они всюду, где есть ссылка на сайт этого рекламного агентства, отправляют письмо в папочку спам. Конечно же, в письме с прайсом есть ссылка на сайт этого рекламного агентства, коллеги, и происходит так, что, соответственно, письма с прайсом данного рекламного агентства попадают в папочку спам. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас проблема с этим фактором, который называется репутация домена, вам первое, что нужно использовать, это сервис, который вы сейчас видите на экране, и называется он Mixed Toolbox, в нем, пожалуйста, выберите, там есть несколько опций, сервис абсолютно бесплатный, вам там просто нужно написать свой домен, то есть URL своего сайта, и выберите, пожалуйста, там будет такой выпадающий список, Blacklist Checker, и тогда вы увидите вот такую приблизительно картину, как вы сейчас видите на экране, этот сервис проверит ваш домен, находится ли он в одном из списков доменов рассылщиков спама. То есть такой список не один, их достаточно много, и желательно, конечно, чтобы вы ни в одном из этих списков не находились. Вот если такое зелененькое галочкой написано ОК, это означает, что вашего домена в этом списке нет, если же написано Listed, и вот этот красный крестик такой, как мы с вами видим в первой строке, то это означает, что данный домен, который проверялся, как раз попал в один из списков доменов рассылщиков спама. Конечно же, в идеале я желаю вам, чтобы вас не было ни в одном из этих списков, но если вы уже туда попали, да, есть не такая ситуация, коллеги, к сожалению, вытянуть домен оттуда нельзя. То есть у этих списков нет службы поддержки, куда вы бы могли написать и сказать, удалите наш домен из вашего списка. Нет, если вы уже в этом списке находитесь, то вы уже в этом списке находитесь. Очевидно, ранее вы либо делали рассылку по купленным базам, либо как-то действительно неправильно коммуницировали со своими подписчиками. Также мы можем узнать величину репутации вашего домена в числовом эквиваленте. Репутация домена – это число от 0 до 100. Коллеги, письма начинают попадать в папочку спам, если репутация вашего домена меньше 70, если репутация вашего домена от 70 до 100, то в принципе с очень малой вероятностью письма от вашей компании будут попадать в папочку спам. Проверить репутацию вашего домена, увидеть какое-то число, вы можете с помощью сервиса sendersco.org, который вы сейчас видите на экране. Обращаю ваше внимание, в этом сервисе обязательно зарегистрироваться. То есть после того, как вы пройдете регистрацию, вы уже можете тогда проверять свой домен. Вы опять же пишете свой домен, URL своего сайта, и вот увидите приблизительно такую информацию, как вы видите на экране. Это мы проверяли домен клиента. И вот вы можете меня спросить, а почему там две цифры? 85 и 97. Смотрите, коллеги, есть ли рассылки от вашей компании? Они делаются от нескольких IP-адресов, как в случае клиента. Мы делаем рассылку с помощью сервиса рассылок, и также менеджеры клиента отправляют рассылки по своим, ну, по клиентам и партнерам, с которыми они общаются. Соответственно, тогда у вас будет два IP-адреса, от которых уходят письма, и у каждого из этих IP-адреса будет свой рейтинг, будет своя репутация домена, то есть репутация конкретного IP-адреса. И вот мы видим, что здесь у нас показатели 85 и 97. Как я уже сказала, что это очень хорошие показатели. Главное, чтобы ваша репутация была не меньше 70. Если репутация ваша меньше 70, то происходит вот что. Такое объяснение я нашла в своем почтовом ящике в папочке спам. Вот в Gmail мы видим, что Gmail объясняет, почему это письмо отправлено в спам. Оно отправлено с домена такого-то, откуда часто рассылают нежелательные сообщения. Это означает, что этого домена репутация меньше 70. И теперь, когда Gmail получает письма, в которых есть ссылки на данный сайт, он отправляет эти письма в папочку спам, коллеги. И последний, пятый фактор, который, как я вам и сказала, появился совсем недавно, где-то в 2014 году. Я как раз уже тогда занималась email маркетингом. И вот впервые изначально этот фактор появился именно у Gmail, так как я говорила вам, что на сегодняшний день у Gmail самый сильный спам-финтер. Но потом уже и другие почтовые сервисы начали использовать этот фактор. Я хочу вам провести аналогию этого фактора. Как раз где-то приблизительно в то же время в SEO-продвижении сайтов также появились так называемые поведенческие факторы. То есть стало важно, сколько люди проводят времени у вас на сайте, сколько страниц вашего сайта они просматривают и так далее. То есть поисковые роботы Google и Яндекса пытаются понять, насколько ваш сайт интересен людям. Именно анализируя вот эти поведенческие факторы, они могут это сделать. Точно то же делают спам-финтры, коллеги. Они пытаются понять, насколько ваши письма интересны людям. А как это сделать? Они анализируют, сколько времени люди читают ваши письма, как они открывают ваши письма, переходят ли они по ссылкам из ваших письм и отвечают ли они на ваши письма. Обращаю ваше внимание, вот именно отвечают. Очень часто студенты спрашивают, скажите, пожалуйста, а неужели кто-то в принципе отвечает на письма? Да, коллеги, могу вам сказать по опыту своих клиентов. Люди очень хорошо отвечают на письма. Конечно же, если вы в своих письмах просите людей, задавайте вопросы, если вы ведете коммуникацию от имени конкретного человека, автора рассылки. Конечно же, люди не отвечают, если у вас безничные письма от имени котика или от имени команды вашей компании. Но обращаю ваше внимание, что чем выше вот эти показатели открытия писем, ответов, переходов из писем, то тем лучше. Как это работает? Например, в спам-финтере указано, что хороший показатель открытия писем это 15%, а ваши письма открывают всего 10% пользователей. Спам-финтер видит, что если ваши показатели меньше среднего показателя, то вероятно, что вы неинтересны людям и, вероятно, ваши письма надо отправлять в папочку спам. А если бы открываемость ваших писем была 20-30%, то спам-финтер бы считал, что если ваши письма настолько интересны людям, то, соответственно, ваши письма нужно отправлять в папочку входящие. Точно так же, когда спам-финтер видит, что люди отвечают на ваши письма, он понимает, что если ваши письма настолько интересны людям, что они на них отвечают, то, конечно, ваши письма надо отправлять не в папку спам, а в папку входящие. Но давайте посмотрим на статистику, которую вы сейчас видите на экране. Это статистика из исследования, которое провел в 2016 году сервис-рассылок Unisender на основе 2 миллиардов рассылок. Это самое масштабное, известное мне на сегодняшний день исследование в СНГ, поэтому я неоднократно к нему в своих презентациях возвращаюсь. Данное исследование показывает нам, как влияет размер базы клиента на открываемость писем. И, коллеги, мы с вами видим, что чем больше база, тем меньше процент открытий. То есть, например, если делается рассылка по базе 1000 подписчиков, то мы видим около 17% открываемость писем. А если уже база 65 тысяч, то мы видим всего лишь 5,9% открываемости. То есть, что получается? Данный график отчетливо иллюстрирует нам один тренд, что чем больше ваша база, тем меньше у вас будет процент открытий. То есть, получается, что с каждым месяцем, с годами мы, не собирая базу, да, ведь мы понимаем, что база собирается не за один день. Для того, чтобы собрать такую базу, нужно потратить определенный период. Получается, ваша база увеличивается, а показатель открытий ваших писем, он уменьшается. И таким образом получается, что чем больше ваша база, тем выше вероятность того, что ваши письма будут попадать в папочку спам. Вы можете спросить, но почему так? Ну, коллеги, на самом деле, действительно получается так. И для того, чтобы это с вашими рассылками не произошло, вы должны знать о понятии, которое называется гигиена списка. Списки нужно чистить. Списки нужно чистить раз, два, три месяца, если вы ведете постоянную рассылку где-то один раз в неделю. С помощью сервиса рассылок вы можете выбрать пользователей, которые открыли хотя бы одно письмо за отчетный период 2-3 месяца. Коллеги, если человек за 2-3 месяца не открыл ни одно ваше письмо, в принципе, это говорит о том, что ваши рассылки ему уже не интересны. И когда вы ему пишете, вы просто зря выкидываете свои деньги, потраченные на каждое письмо. Но скажу вам честно, когда я говорю клиентам о том, что базы нужно почистить, удалить подписчиков, которые перестали читать письма, клиенты начинают плакать. Они говорят, ну как, мы 5 лет собирали эту базу, а вы сейчас говорите, просто взять и удалить. И поэтому, коллеги, если у вас есть время, или если у вас есть специалист, который готов этим заняться, до того, как просто удалить подписчиков, это обязательно нужно делать. Иначе, коллеги, если вы не будете чистить ваши базы, то со временем все больше и больше ваших писем будет попадать в папочку SPA. Так вот, коллеги, если у вас есть время, или есть человек, который может этим заняться, можно проводить так называемые реактивации базы. И сейчас хочу вам показать кейс на примере компании WebPromoExperts, как мы как раз такую реактивацию делали. Итак, вот она точка А, непосредственно те цифры, те показатели, с которыми клиент ко мне и обратился. Видим, что это дайджест за 15 февраля. Это рассылка, которая раз в неделю отправляется по всей базе подписчиков компании. Мы с вами видим, посмотрите, пожалуйста, это статистика в сервисе рассылок MailChimp. Вот мы видим, что всего эта рассылка была отправлена на 30 077 получателей. Можем посмотреть процент открываемости Open Rate 12,7 и процент перехода на сайт 2,7. Итак, еще раз напоминаю, это та точка А. Изначально клиент обратился, так как данные показатели действительно достаточно низкие. И коллеги, средний процент открываемости писем по Украине это 14,39%. Это такой средний показатель по больнице. Коллеги дня эффективного email маркетинга это очень низкий показатель. В принципе, мы можем говорить о том, что у вас все хорошо с рассылками, что ваши письма люди интересны, вы используете правильную стратегию. Есть средний показатель открытия ваших писем это 22-25%. Тут мы с вами видим 12,7, что значительно меньше эффективного показателя и даже ниже, чем средний показатель по Украине. Это говорит нам о том, что очень вероятно, ну, такие письма мало ценятся спам-финтрами и, ну, действительно, очень часто письма этой компании попадают у нас в папочку спам. Соответственно, клиент попросил провести реактивацию базы, вот эта неактивная, которая перестала читать письма и почистить базу. И сейчас я вам покажу, как мы это все делали. Итак, с помощью сервиса рассылок MailChimp мы выбрали людей, которые не открыли ни одно из последних наших 50 писем. И вы видите, что таких у нас получилось 13 282 подписчика. По ним мы отправили серию так называемых реактивационных писем. Первое из этих писем вы видите сейчас на экране. Письмо отправлялось темой «Вы еще с нами?» знак вопроса. Текст письма вы опять же видите на экране. Смотрите, данное письмо строится по такой простой структуре. В первом обзоре мы говорим о том, что вот уже более месяца или вот уже несколько месяцев вы не открываете мои письма. Далее вы говорите о том, что за то время, пока вы не читали рассылки, у нас произошло вот что. И даете как можно больше ссылок. Это могут быть ссылки, например, у нас открылся офис в городе Харьков и даете ссылку на ваш блог. Мы отпраздновали день рождения компании, опять же даете ссылку на ваш блог или там на страницу новости. То есть ваша задача дать как можно больше разнообразных ссылок, чтобы какая-то из них заинтересовала пользователя, и он куда-то из вашего этого письма перешел. И третий пункт. Попросите, пожалуйста, людей написать вам, почему они перестали читать вашу рассылку. То есть кроме того, что это даст вам понимание, почему люди действительно перестают читать ваши письма и возможно вы что-то измените в своей стратегии. Очень важно, что спам-фильтры увидят, что люди начинают вам отвечать и, соответственно, начнут воспринимать вас как намного более качественного отправителя писем, коллеги. Как я уже и сказала, таких писем у нас была серия. Я использую сервис рассылок. Вы можете отправлять рассылку по пользователям, которые не открыли предыдущее письмо. То есть мы вот отправили письмо, которое вы видите на экране, вы еще с нами, подождали 3 дня, 72 часа. Вы можете спросить, почему 72 часа. Потому что есть статистика сервисов рассылок о том, что 70% людей откроют ваше письмо в течение первых 72 часов после отправки. То есть там есть еще такой длинный хвост. То есть есть люди, которые открывают ваши письма через 9 месяцев, но мы же не можем сидеть и ждать 9 месяцев, пока человек откроет ваше письмо. А вот 70% писем, которые будут открыты, в принципе, открываются в первые 72 часа. Поэтому обычно, анализируя статистику рассылки, мы ждем как раз 72 часа. После этого уже берем данные. Итак, коллеги, мы подождали 72 часа после первой отправки. Выделили те, кто не открыл это письмо, и отправили им это же письмо с более сильной темой. Опять подождали 72 часа и отправили это же письмо, но уже с самой сильной темой. Я честно вам скажу, вторая тема у нас была. Итак, первая тема у нас была, вы еще с нами, знак вопроса. Вторая тема у нас была, писал вам 2 дня назад, но не получил ответ. И третья тема у нас была, вынужден вас отписать. И вот мы с вами видим как раз в процентном соотношении, ну и в численном количестве, больше всего открытия мы получили именно третьей темы. Вы видите, что вынужден вас отписать. У нас это 15,7% открытий, 1701 пользователь это письмо открыл. Как мы видим, коллеги, открыл хотя бы одно из трех писем всего. Из всей базы вот этой 13282 пользователя мы смогли реанимировать. В нашем случае реанимировать считается добиться открытия письма. 4578 пользователей, это почти 35% от базы. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что 65% базы никоим образом не прореагировало на наши письма, то есть не открыло ни одно из вот этих трех писем. Что же происходит потом? Потом, коллеги, мы удалили вот эти пользователи. Там было почти 10 тысяч пользователей, которые никак не прореагировали на наши письма. И вот, например, точка B, дайджест, который отбавлялся уже после реактивации. Посмотрите, пожалуйста, на экране. Мы с вами видим, что дайджест уже отправлен не на 30, а на 19,5 тысяч подписчиков. Но посмотрите, пожалуйста, как у нас изменились показатели открываемости и переходов из рассылки. Посмотрите, пожалуйста, что открытия у нас изменились от 12,7 до 28%, а переходы от 2,7 до 3,3%. Коллеги, почему так получилось? Потому что получается, что мы убрали неактивных пользователей, которые уже перестали нашу рассылку читать. Таким образом, показатели нашей рассылки выросли. И это очень большой плюс, потому что теперь в глазах спам-фильтров мы намного более качественный отправитель. Если интересно, коллеги, вот такая ситуация, я мониторила, она как раз продолжалась в течение месяца. То есть в течение месяца у клиента сохранялась открываемость писем в районе 28, иногда даже 32%. И переходы из писем были в районе 3-4%. И последняя вещь, о которой я хотела бы с вами поговорить в данной лекции, коллеги, это как раз вот та вещь, которая позволяет вам увидеть, какое количество ваших писем попадает в папочку спам. И обращаю ваше внимание, что сервисы рассылок, о которых я вам говорила, любой сервис рассылок эту статистику не показывает. Сервис рассылок показывает, сколько писем было отправлено и сколько писем было доставлено. Почему? Потому что сервис рассылок письмо отправляет, почтовый сервис это письмо принимает и дает ответ сервису рассылок, я твое письмо принял. Но он не дает ответ сервису рассылок, письмо отправлено в папку входящие или в папочку спам. Это его право, это его спам-финтер, это его сервис, и он имеет право отправить ваше письмо, куда ему хочется, или в папочку входящий, или в папочку спам. Поэтому, коллеги, ни в одном сервисе рассылок вы не увидите статистику, сколько ваших писем реально попало в папку спам. Вы увидите, вы можете спросить, а что же тогда, вот о чем мы говорили, вы увидите количество нажатий кнопочки пожаловаться на спам. Но это абсолютно разные вещи. Количество нажатий кнопочки там может быть один, потому что 99% ваших писем и так уже ушло в папочку спам. Для того, чтобы увидеть реальные показатели, сколько ваших писем, какое количество ваших писем попадают у пользователей в папочку спам, вам нужно установить вещи, которые называются постмастеры. Вы сейчас на экране видите, у каких почтовых сервисов постмастеры есть, они есть у сервиса Gmail, Яндекс, e-mail.ru. Мы знаем, что на сегодняшний день актуальность почтовых ящиков Яндекс, e-mail.ru в Украине под большим вопросом. Хотя, коллеги, как показывает мой опыт, да, эти рассылки, которые мы ведем с клиентами ежедневно, все-таки пользователи каким-то образом еще читают свои почтовые ящики на Яндексе, e-mail.ru. То есть мы видим, что открытие там есть. Конечно, открытие стало раза в два меньше, чем было ранее, но все-таки определенная часть людей эти ящики считают. Поэтому мы с моими клиентами все еще делаем рассылки на Яндекс и e-mail.ru. Просто мне сейчас часто задают этот вопрос. Скажите, может, стоят эти адреса просто удалить и больше не делать рассылки на них из своей базы? Нет, коллеги, в принципе, я бы вам не рекомендовала на сегодняшний день удалять имейлы на Яндексе, e-mail.ru. Еще раз повторюсь, что как показывает статистика, как показывает практика, люди еще каким-то образом эти имейлы читают. Хотя, конечно, не все 100% пользователей. Так вот, коллеги, постмастер есть у Gmail, Яндекс, e-mail.ru. У других почтовых сервисов такой уснуги, такой возможности нет. То есть вы, например, никогда не узнаете, сколько ваших писем попало в папочку спам у Укрнета. Он просто, например, эту статистику не предоставляет. Для того, чтобы настроить постмастеры, вам, опять же, нужно пройти по ссылкам, которые вы сейчас видите на экране, зарегистрироваться. И там будет инструкция. Коллеги, для того, чтобы установить постмастеры, вам, опять же, нужна помощь того человека, у которого есть доступ к доменному имени вашего сайта. То есть там нужно будет опять прописать определенные записи. Это бесплатно абсолютно, но просто прописав эти записи, вы для постмастера подтверждаете, что это действительно ваш сайт. Просто статистику по вашему сайту можете видеть только вы, подтвердив, что это ваш сайт. Ваши конкуренты, там какие-то другие люди видеть эту статистику не могут. Информацию в постмастерах по поданию ваших писем в спам видите только вы. Вот как выглядят постмастеры, коллеги, пожалуйста, это Mail.ru. Мы с вами видим, что вот вроде как с рассылками все хорошо, 100% писем приходят во входящие. Но вот видите, вот там вот в один день у нас очевидно была какая-то проблема и 3% писем, вероятно, попало в папочку спам. Я вам сразу скажу, что это просто скриншот идеального клиента. На самом деле обычная ситуация выглядит там совсем по-другому и отнюдь не 100% писем в этом почтовом сервисе попадают в папочку входящие. Вот посмотрите, пожалуйста, это скриншот из постмастера Яндекса. Видим, что Яндекс честно говорит, что в нашей рассылке он 5% писем отправил в папочку спам. Обращаю ваше внимание, что из всех трех постмастеров, о которых мы говорим, Яндекс самый информативный, он показывает очень много информации. Видите, мы видим, какой объем письма люди смотрят в среднем, что в среднем люди просматривают 86% нашего письма. О том, что люди в среднем читают письма 4 минуты, люди читают в среднем письма через 9 часов пускной отправки, 41% людей читают письма днем и фактически 70% людей, которые прочли наше письмо, это женщины. Такая статистика также достаточно интересна для формирования нашей имейл-стратегии. И последний постмастер, который я хотела вам показать, это постмастер Gmail. Скриншот из этого постмастера вы сейчас видите на экране. Информация в постмастере подана так очень лаконично. Здесь нет никаких графиков, но там есть много разных вкладок, и вы найдете очень много интересной информации по попаданию ваших писем в спам. И закончить нашу лекцию я хотела бы вот таким маленьким лайфхаком. В Европе, в Америке есть уже специалисты, которые специализируются именно на том, чтобы письма компании не попадали в папочку спам. То есть это не имейл-специалисты, это специалисты, которые называются антиспам-специалистами. И как раз на вебинаре одного такого специалиста я присутствовала, и он рассказал такой интересный лайфхак о том, что на сегодняшний день спамфиты очень любят, когда в каждом вашем письме указана информация о том, где вы взяли имейл клиента. И вот как, например, в данном случае я рекомендую вам в ваш корпоративный шаблон письма, можно внизу добавить вот такую информацию, что вы получили это письмо так, как регистрировались у нас на сайте. Покупали у нас в интернет-магазине, подписывались на новости вашей компании. Можно перечислить несколько причин, но вот как сказал этот специалист, что спамфиты очень это любят, так как вы в каждом письме говорите, где вы взяли вот эту базу имейлов. И это влияет на то, что в ваши письма папочку спам не попадает, поэтому мы уже сделали это со всеми моими клиентами. И я также рекомендую вам вот такой простой текст включить в свой корпоративный шаблон письма. У меня все. Я надеюсь, эта лекция была вам очень полезна. И после прослушивания этой лекции вы уже не будете создавать письма, которые будут попадать в папочку спам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...